Песня Ваше Высокопреосвященство и Преосвященство, Досточтимый Владыка Вадим, я хотел бы выразить глубочайшую радость в связи с возможностью вновь вступить на эту землю, где последний раз был 40 лет тому назад. Я вспоминаю Знаменский монастырь того времени, старца архиепископа Вениамина, вспоминаю тогдашний церковный Иркутск, который действительно воспринимался церковным сознанием как восточное порубежье русской церкви. Потому что в этой Иркутской епархии простиралась и на Восточную Сибирь, и на весь Дальний Восток. И в самой-то епархии не было даже 20 храмов. Вот эта страшная статистика показывает, в каком духовном состоянии пребывал народ наш. Мы иногда сетуем на то, что сегодня неудачно делаем то, что должны были бы делать. Не так развиваем нашу экономику, социальную жизнь, что много пороков в нашем общественном и личном бытии. Но никто по-настоящему не задумывается о том, почему все это происходит. А происходит потому, что в прошлом был духовный вакуум, потеря веры, потеря нравственных ориентиров. Но разве могли эти неполных 20 приходов удовлетворить духовную потребность людей, уже не говоря о том, могли ли через эти 20 приходов обращать реальное слово о Христе, наши священники, к обезбоженному народу? Будучи ректором тогдашних ленинградских духовных школ, принимая вступительные экзамены, я однажды имел возможность поговорить с абитуриентом, который поступал к нам из Комсомольска на Амуре, где не было ни одного храма. Внимательно всматриваясь в этого молодого человека, видел, что недостаточно он церковный. И спросил его, «Вы часто бываете в храме?» И получил ответ, который не понял. Он сказал, «Четыре раза». Я думал, что, может быть, четыре раза в месяц, но, может быть, четыре раза в год. Он сказал, «Я за всю жизнь был в храме четыре раза». И на вопрос, почему же так мало, он, смущенно улыбнувшись, сказал, «Да у нас ближайший храм в двух тысячах километрах от того места, где я живу». И Восточная Сибирь, да и вся Сибирь и Дальний Восток, более всего из всех территорий России пострадали в годы безбожия. И одновременно ведь именно эти территории сегодня являются основным ресурсом долгосрочного развития страны. И как важно сделать все для того, чтобы эти места были местами процветания народной жизни, удобного, приятного местом проживания. И без, конечно, некоего подвига этого сделать нельзя. Вот почему важно, так важно Церкви сегодня, на этих бескрайних просторах трудиться так, как, может быть, мы, церковные люди, не привыкли трудиться. И открывать новые храмы и приходы, идти в школы, идти к молодым людям, к светскому обществу, нести им слово о Христе таким образом, чтобы они понимали это слово, чтобы оно для них было не мертвым, но живым, чтобы великая евангельская весть могла актуализироваться в сознании современного человека. Очень многое сделано и в Иркутской епархии, и в других сибирских епархиях и дальневосточных. Но еще очень многое нам предстоит сделать. В историческом масштабе мы сделали первый маленький шаг. Я хотел бы от всего сердца пожелать вам, Владыка, и вашему духовенству помощи Божией в пастырской, миссионерской, просветительской деятельности. Дай Бог, дорогие отцы, чтобы вашими трудами духовно оплодотворялась жизнь нашего народа. Я был в этом храме тогда, когда еще не было мощей святителя Иннокентия, когда не было такого замечательного убранства, как сейчас. Все это выглядело очень скромно, убого, как убого и вообще была жизнь людей здесь. А сегодня Иркутск не воспринимается ни светским, ни тем более церковным сознанием, как восточное порубежье России. Направляясь к вам, я имел возможность посетить отдаленные епархии русской церкви. Из Магадана мы летели до Иркутска столько, сколько от Москвы летят до Лондона. Вот какие огромные пространства, какая огромная земля. И дай Бог, чтобы у народа нашего были силы освоить эти земли, сделать то, что не сумели сделать предыдущие поколения. Вот тогда прирастет Россия и своей материальной, и, несомненно, духовной мощью. И церковь во всем этом историческом делании должна занимать особое место, у нее особая миссия. Потому что без воспитания силы духа не способен современный человек преодолеть искушение во множестве обрушиваемые на его сознание, на его волю и на его чувства. Пусть Господь помогает вам, владыка, духовенству, верующему народу. Пусть Господь помогает властям, придержащим. Я хотел бы сердечно приветствовать Дмитрия Федоровича Мезенцева, губернатора Иркутска, с которым мы долгие годы хорошо знакомы и тесно взаимодействовали в бытность его вице-председателем Палаты Российского Парламента. И дай Бог, чтобы усилия светской и духовной власти были направлены на то, чтобы к лучшему менялась жизнь человека. Продолжение следует...